Привычу делу, ну, во-первых, у нас это, календарь, да? О, нифига себе, ачивка. Мини-календарик. На самом деле у нас 1 мая, праздник, день весны и труда. Именинники Антон, Виктор, Иван, Кузьма. Анекдот. Нам нужно расстаться, потому что ты слишком много пьёшь. Звучит как тост. Снова пропаганда в календаре. Тут не в этом. Сегодня у нас будет перестановка в комнате. Вот, я так решил. Короче, смотрите, как я снимаю в последнее время, да? Вот это вот вокальная кабинка. Здесь у нас комп стоит, звуковая карта, все дела. Я бы хотел отойти назад, но я не могу еще, потому что кровать, понимаете? И это не самая большая беда. Вот я купил, значит, свет приличный. Ну, более-менее, чтобы покрасивше все видео выглядело. Да, у меня есть портрет меня, очень красивый. Это странно, что он стоит. Ну, больше его некуда поставить. В музей Поле Чудес отнесем потом. Ну вот, есть свет. И все, тут еще штатив вот ставится, вот где я сейчас встану. И типа, все, там не остается места ни хрена. Вот я там на стульчике сижу, и все. Если я вот сел там, все выставил, и я забыл там какой-то провод, или какую-то гитару, или что-то мне надо взять, это пипец. Потому что я-то все выставил, все красиво там, камеру выставил, все настроил. Мне надо каким-то образом пробираться вот так вот куда-то через кровать, и что-то это обратно нести, при этом, чтобы ничего не сломать и не снести. Что не всегда удается. Так комната довольно большая, но почти все пространство в этой комнате занимает, блин, кровать. И сегодня тот день, когда я попытаюсь избавиться от кровати. Ну, начну избавляться. Потому что мало того, что она гигантская, так она еще и гигантская, да? То есть ее нельзя просто так вынести, перетащить, перенести, еще что-то сделать. Еще проблема усугубляется с тем, что эта кровать, она по совместительству еще и шкаф. То есть она открывается, и под ней куча всего может поместиться. И когда у вас появляется какой-то шкаф, тумбочка, или просто место, куда можно что-то положить, будьте уверены, оно в итоге будет забито полностью под отказ. Просто невозможно. Сейчас посмотрим, что там у нас есть. Та-дам! В общем, до хрена тут всего есть. И это тоже надо куда-то деть, сложить и так далее. Я не знаю, что тут. Что-то тут есть важное, полезное точно. И, короче, эту кровать надо разобрать каким-то образом и перенести. Ладно, разобрать, там раскрутить, ничего сложного. В машину погрузить, но и смотреть еще какая-то тема. Есть вот эта рама. Эта рама, она размером со всю кровать. Она неразборная. Эта гигантская, блин, рама. Она в дастер не поместится, мне кажется. Надо каких-то грузчиков вызывать или что. Но прежде чем кого-то вызывать или что-то делать, надо все это разобрать по частям. Что-то надо придумать, потому что я твердо и решительно намерен эту кровать сбагрить. Тем более, что я нашел куда, наконец-то. Это же все не мои вещи, я не могу их просто там выкинуть или продать или что-то еще. Да и как, блин, продать кровать, я не знаю. И тем более, что надо на чем-то спать. И эта проблема тоже решилась недавно. Был приобретен вот такой вот восхитительный диван. Он маленький, раскладной и желтый, что главное. И горчичный, как цвет называется. Раньше тут стоял диван, может, кто помнит, такой серый, огромный, во всю стену. И прикол был в том, что я не знаю, зачем он тут стоял. Потому что вот есть дверь, и вот сейчас она упирается в диван. Раньше она, если диван разложить, тот большой, ну, чтобы на нем спать, эта дверь вообще не открывалась ни хрена. То есть дверь надо было снимать, если кого-то здесь класть спать. Тот диван уехал к законному владельцу, и теперь тут стоит этот диван. И теперь можно, наконец-то, убрать эту кровать. Короче, это моя давняя мечта, избавиться от этой кровати. Там постельное белье лежит, ничего страшного. Короче, если вот убрать эту кровать, смотрите, сколько места, блин, освободится. Тут можно будет поставить какие-нибудь, блин, не знаю, стол хотя бы дополнительный, какой-нибудь верстак или что-то типа того. Потому что когда надо, там, не знаю, перепаять что-то в гитаре, что-то распилить, что-то посмотреть, мне приходится класть это все на компьютерный стол, на котором, блин, ни хрена места нет. И я тут сижу в углу, зажатый со всех сторон. Это все еще снимать надо на видео. У меня это все упирается везде, тут звуковая карта и так далее. Короче, места вообще ни хрена нет. Хотя на самом деле оно есть. Вот оно, просто зачем-то огромная кровать. Ну ладно, как говорится, без негатива, ну вот. И я решил этому посвятить видео. Потому что это напрямую касается моего канала и контента, который здесь выходит. Если у меня получится провернуть данную операцию, убрать вот это и построить здесь что-нибудь, то станет лучше, блин. Много чего можно придумать, если есть место. А сейчас места нет ни хрена. Поэтому надо сейчас разобрать кровать. Блин, так не хочется, конечно, этим заниматься, но кто если не будет? Блин, так не хочется. Короче, разобрал я эту кровать. Не знаю, кто ее придумал. Не, она удобная, конечно. Но, блин, ни одной маленькой части. Вот эта вся рама целиком. Это спинка. И остальное я вынес туда. Матрас. Матрас хрен поднимешь. Но я как-то справился. Эта штука и рама меня чуть не пришибла пару раз. Когда эти газлифты распрямились без нагрузки. Мне чуть руки не оторвало. В общем, никому не советую разбирать кровати. Понятно, что это ни в какую нормальную машину не влезет. Легковую, которую я могу управлять. Поэтому я заказал Яндекс Груз. Не знаю, ни разу не пользовался. Надеюсь, там нормально будет. Буду ждать. Все, я собрал кровать на новом месте. Это было, блин, нелегко нифига в одного делать. Но я справился. И все. Транспортировка завершена. Поеду обратно. Там надо прибираться, наверное. Вещи как-то эти все распихать. И думать, что же нам делать с освободившимся местом. Итак, смотрите, сколько стало места. Та-дам! Просто офигеть. Такого раньше не было нигде. Никогда в мире. Первый случай в истории, когда в комнате есть место. Ладно, это я все шучу. Но смотрите, тут реально отсюда досюда все место занимало кровать. Тут его ни хрена не было. Этого места. Тут надо было как-то проходить бачком-бачком. И потом уже к компу можно было подойти. А сейчас тут дофигища места. И, конечно, надо им как-нибудь поинтереснее воспользоваться. Ну, как я говорил, что по идее вот так надо поставить что-то типа верстака. Какой-нибудь стол собрать длинный. Потом надо какие-то для хранения штуки делать. Потому что вещи, которые лежали в кровати, они никуда не делись. Вот они все. Не все даже есть еще. Поэтому надо какие-то полки, шкафчики и прочую фикню. Ну, вообще как-то все поудобнее надо сделать. Ну, или как-нибудь просто сделать. А здесь я предлагаю, надо постелить ковер. И можно здесь хоть барабанную установку поставить. Ну, кстати, реально можно надыбать бюджетную электронную барабанную установку. Снять обзорчик. Есть такие варианты у меня. Я так оформлял красиво эту стенку, но ее никогда в видео не видно. Вот она как делает, смотрите. Оба. Оба. Красота. Да, светодиодную ленту приклеил. Но обычно этого всего не видно. Все, надо подумать, что тут сделать. Материал заказать, да и сделать. Или сразу что-то готовое найти, может быть. В плане шкафчиков, так лучше их заказывать готовыми, а не делать саму. А стол можно простецкий сделать самому. Дешевый, чтобы не жалко было. На него там припойлить, царапать и плоскогусы складывать. Ну, смотрите, план такой примерный. Тут, короче, поставлю эту белую тумбочку. Со столом местами поменяю. Потом у нас образуется почти 2 метра свободного места до розеток, чтобы розетки не перекрывать. И тут можно упихнуть и стол, и какой-нибудь комод, чтобы туда что-нибудь складывать, всякую фигню. И в Леруа есть вот такие штуки. Короче, ноги вот эти железные. Стоят, конечно, нормально так, но вот готовые столы стоят вообще там какие-то запретительных денег, тысяч 10, 15, 20. Тут можно купить столешницу, вот таких хреновин. Конечно, если у вас есть сварка-болгарка, то вы бесплатно все там из профильной трубы делаете. Но у меня такого нет. Тем более, она уже покрашена, с площадками посадочными. Все, короче, четко. Короче, сейчас поеду тогда в Леруа. Затарюсь. Вернулся я домой со стройматериалами. Спасибо Лёгшу, что помог мне все это тащить. Один бы я запарился, конечно, конкретно. Ну вот, что я приобрел. Столешницу для кухни. Сначала думал делать из мебельного щита, но потом подумал, смотрите, как классно смотрится. Ну да, немного подороже, зато не надо ничем обрабатывать, не боится там ничего острого. Толщина уверенная, ну и как бы не будет там ни гнить ничего. Так, вот эта тумбочка, ну комод. Не так интересно, но просто нужно, чтобы сложить вещи, которые из-под кровати у нас. Ковёр. Я не удержался, друзья, я купил красный ковёр. Я не знаю, возможно, он слишком большой будет. Привет, кстати. Будет ковёр. Это не обязательно, кстати, обла расходов. Ну как не обязательно? Обязательно, естественно. И вот такие штуки, смотрите, вот про них я говорил. Вот такие ноги. Раз, два, три прямоугольных профиля, какие-то площадочки. И всё это сварить, по идее, несложно. Но стоит оно 1400 рублей в магазине, потому что оно уже окрашено, уже с креплениями. И вообще потому, что оно в магазине. Но всё равно, всё в сумме, даже вместе с ковром и с комодом, получилось 12 тысяч рублей. С одной стороны, многовато, с другой стороны, готовый стол. Более-менее приличный, вот такого вида, типа лофт-стайл. Примерно столько и стоил. По идее, ничего сложного. Надо перестановку замутить сначала, прикрутить ножки. Собрать комод, ну и главное, блин, постелить ковёр. Ещё мне товарищи из фирмы YPON прислали источник бесперебойного питания. У меня вообще был какой-то старый и древний, я там уже батарейки менял. Он нормально работает, но этот гораздо круче. У меня вообще в квартире в этой часто выключают свет зачем-то. И очень обидно, если рендерил проект или там что-нибудь записывал. Или вообще что-то делал, и всё, оно осталось без электричества. И всё отрубилось сразу же. Поэтому ИБП это, конечно, вещь незаменимая. И они мне предложили, давай мы тебе пришлём, а ты покажешь. Я такой, господи, да. Как раз хотел менять источник. Нормальная тема. И смотрите, сколько розеток. И они обычные розетки. Просто у меня такой древний ИБП. Там, где можно было только есть трёхштекерные провода втыкать, компьютерные. Вот так это всё выглядит. Всякие технические тесты этих блоков подробные можно на Ютубе найти. Я ссылки в описании оставлю на страницу именно этого блока бесперебойного питания. Но вообще их-то много разных моделей под разные нужды. Есть попроще, есть и по наворочению. Но мне, я думаю, подойдёт такой. Но они по-классике защищают не только что, если электричество пропадёт. А у тебя будет время какое-то, чтобы всё сохранить и выключить в нормальном порядке. Но ещё там всякие скачки напряжения, пониженное напряжение, повышенное напряжение. В общем, много чего может случиться. Неприятное для вашей техники. Короче, советую всем взять источник бесперебойного питания и не рисковать. Ссылка в описании будет. Компания Япон. Большое спасибо. Ну вообще, перестановка, я считаю, гениальная. Потому что, во-первых, теперь наконец-то можно более-менее подойти к окну нормально. Раньше она перекрывалась как будкой, так и столом. То есть, оставалось вот столько вот места, блин, чуть-чуть, чтобы подойти к подоконнику. Сейчас тут можно нормально пойти полюбоваться на прекрасный белый цвет. Плюс теперь звуковуха стоит на отдельном месте. И до звуковухи тоже нормально все провода дотягиваются. Здесь у меня ящик обычно с проводами стоит. Тоже будет удобнее доставать. Теперь можно микрофон вообще далеко поворачивать, понтограф, чтобы он не мешался. Но, к сожалению, вы тогда не будете больше писать комментарии, что я разговариваю в маленький микрофон. Что так перспективы искажает. Ну что поделать? Надо чем-то жертвовать, друзья. Ну что, конечно, по моему голосу, можете заметить, что у меня весь нос заложило все, бля, вот так вот в горле, потому что я ненавижу пыль. И сегодня я смог добраться до той пыли, до которой в мирное время не достанешь. Потому что вот там вот в углах их никогда не почистишь, пока все не подвигаешь. А еще кровать я отодвинул. В общем, чувствую себя отвратительно, потому что у меня жесткая аллергия на пыль. Вообще не могу ничего делать. Делаю тут влажные уборки, пылесошу все время. Это сделает нас сильнее. Мы проиграем, может, битву, но выиграем войну. Хотя, блин, пыль все протрешь, все пропылесосишь, через пару дней все снова так же. Хрен знает. Ладно, теперь надо пока не поздно ножки прикрутить к столешнице. И все. Можно будет уже примерно прикинуть в масштабе, наглядно, как оно все тут будет стоять. Да, друзья, это, короче, превзошло все ожидания. Вы посмотрите, тупо стол в стиле лофт, делать его, блин, 5 минут стоит в 100 раз дешевле, чем такой готовый заводской. Правда, тут я уже немного покоцал, ну, хрен с ним. Еще успею покоцать. Хорошо, что я узнал вот про такие штуки, что они продаются уже в сборе. Так бы я не знаю, что делал. Хрень бы придумал очередной, типа, деревянных ножек или прикрутил бы стол к стене. Так вообще, его еще можно отодвинуть, блин, это тупо парта. Я сделал парту школьную. Ладно. Класс. И вот о чем я говорил, смотрите, гитара идеально помещается. Можно сесть и что угодно с ней, блин, делать. Надо вот тут вот ютиться где-то среди клавиатуры. Осталось собрать сюда комод и ковер постелить. И вообще классно будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, как-то вот так все получилось. Просторно, наконец-то, можно по комнате ходить. Практически новая локация получилась. Главное, рафляный ковер. Но он реально уюта прибавляет. И плюс тысячу к звукоизоляции, естественно, как всегда. Минус только один, потому что я что-то, блин, приболел. Походу простудился, поэтому пойду я монтировать это видео. Спасибо за просмотр. Нас не остановите. А на улице уже несколько дней дождь, снег, ветер и смерть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин